Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, Верховного Жевжика Планеты Земля, и я продолжаю на последнем уровне сложности на божестве проходить Сидмерс Цивилизейшн 6 с новым лидером Аврамом Линкольном и против других новых лидеров, кстати. Ну, подробности, все подробности этой партии в первой серии, переходите к ней, если вы случайно наткнулись на это видео, ссылка в описании, в прикрепленном комментарии, ну а спонсоры канала все серии видят сразу, хотя бы, ну так задумывается как минимум, потому что Ютуб в последнее время божеволит что-то потихонечку. Ну что, продолжаем. У нас осталось буквально 6 ходов до новой эпохи, но 3 очка, по идее, я должен получить вот за это священное место, в всяком случае, я на это надеюсь очень сильно, и в Золотой Век мы выйдем. Уже встретили Юлия Цезаря, Сандок и Конго, причем с Сандок у нас уже даже хорошие отношения, давайте дружбу объявим. И я даже, пожалуй, наверное, туда делегацию, я думаю, может мне купить все-таки, купить прачника и строителя за те деньги, которые у меня уже есть. Потому что у нас тут проблемки намечаются. У нас, видите, тут разграбили все. Знаете, что я даже торговца куплю? У нас, вроде, нормально с деньгами. Там Корея с Юлием Цезарем воюют. Что нам, конечно же, на руку. Так, каменную кладку открыли. Это для стен, для камней и, возможно, пирамиды попробуем построить, потому что мы еще далеко. Ну, пирамиды только в пустыне можно поставить. Ладно, давайте пока письменность открывать. О, заключили мир они. Ну, немножко армию проредили. Я могу, по-моему, сейчас сидеть спокойно, не обращать внимания на армию, потому что на меня просто тяжело даже напасть. Как он тут будет идти, например, тот же Юлий Цезарь? Ну, что, отправляю в Бостон, пожалуй. Или, наоборот, лучше из Бостона. Потому что тут будет еда, а священное место добавит еду дополнительно. Давайте лучше из Бостона. То есть это будет не один-один, а один-два. Два-один, точнее. Две еды и одно производство. Так, давайте уже подставляться. У нас там стоит плюс пять, да? Так, и раннюю империю мы ускорили. Хорошо. Так, пока один-один, но следующим ходом этот караван станет два-один, по идее. Сейчас увидим. А вот тут я бы не чинил, а наоборот убрал камень. Я бы, наверное, сейчас после священного места... Я вот, надо подумать. То ли проект на религию... Блин, уже ислам взяли. Накорми мир. Ну, я думаю, ислам араб взял. Какой-то из арабов. Так, слушайте, я бы, наверное, все-таки не поселенца сейчас сделал, а... Я тут даже отложу. Давайте трудовую повинность пока открывать. А проект на... То, чтобы религию получить. Ну, пророка, а потом религию. Офигасия. Ну вот, плюс три, и мы вышли в золотой век. Отлично. Трудовую повинность ускорили. Так, тут ремонтируем. Получаем счастье. Пока стоим. Да, давайте, наверное, все-таки молитвы в священном месте. Уж очень нам трудовая дисциплина здесь нужна. Так, я, пожалуй, отступлю. Иначе меня убьют. Тут не пройти. Ну, пошли сюда. Вообще, я тотально защищен вот этими гэгэшками. То есть, я просто вот так вот по диагонали, горами и гэгэшками полностью защищен. Вот это вот вся моя территория для заселения. И было бы радостно, если бы такая территория не была говном. Наверное, кто-то может сказать, что, может, надо было еще пантеон на пустыню брать вместо тундры. Но когда... То есть, как бы пустыни у нас больше, чем тундры. Но, блин, мы фиг знает, когда ее заселим. А тундры у нас уже есть. За счет этого мы много веры будем получать. Вот, третью гэгэшку, Йоханнесбург. Политическую философию ускорили. Так. Значит, сначала тут надо убрать улучшение. И... А болото мы уже можем усушать? По-моему, нет еще. Блин, тут что ли? Да, то есть, нам надо орошение отключить. Просто надо еще и болото это собрать. Потому что... Оно дает... Ну... Вот этот вулкан, он все это уничтожит. То есть, я бы еще вот этот лес вырубил. Он все равно, любое извержение вулкана, вот тут вокруг себя все уничтожает. Ну, кроме... Кроме стратегических и бонус... И... Ресурсов на счастье. А так как камень это бонусный ресурс... Так, сколько там... На пророка у нас? Типа два хода. Ну, надо еще читать. Надо быстрее пророка получать. Уже три религии взято. И кто-то... Кто-то еще читает. Не читает, а... Ну, хочет его взять. Так, пока здесь, наверное, постоим. Хотя вообще хотелось бы... Ладно, пойдем... Так, вот обойдем. Надо бы защищать, конечно, этот... Надо вылечиться и пращиком подходить и уничтожать этот лагерь. О, Бембасидзинга готов нам сахар продавать. За 28 и 2 входа, да, примем. Странно, что Корея с Римом воевали. По-моему, Корея с Конго ближе, чем с Римом. Ну, да ладно, кто я такой, чтобы... Их осуждать. Денег у нас, Катя, благодаря меду много. О, Конго будет чудеса строить в этой игре. Золотой век античности. Ну, по идее, наверное, за веру берем покупку. Да. Сколько стоит поселенец? 100. Ну, недорого. Недорого. Так, значит, болото я пока не могу осушать, да? Пошли, наверное, поставим эту... На минус 2 к лояльности. Посмотрим, как это будет работать. Так, надеюсь, сейчас не будет извержения вулкана, чтобы у меня не было минус рабочий и минус прачник. Очень бы не хотелось. Очень бы не хотелось. А вам бы, наверное, и хотелось, да, чтобы меня тут все убило. Так, нормально растем. Хотя тут уже предел по жилью. Давайте, наверное, просто на производство переключу. Еще можно было бы медь собрать и поставить кампус. Или все-таки... Ну, деньги вроде нормально у нас есть. Так что, мне кажется, важнее нам кампус, чем центр коммерции ставить. Чай готов продавать. Ну, я бы соглашался, честно говоря. Счастье никогда не помеха. В игре. Блин, и тут хрен пройдешь вообще. Блин, все равно надо опасаться. Может, Рим вполне посмотреть на мою силу и... И решить, что я не заслуживаю нахождения на этой карте. Должен быть уничтожен. Так, что-то я тут не распределил. Кстати. Так, ну, кампус где-то вот между этими двумя горами надо ставить. Тогда, наверное, священочку вот сюда, мне кажется. Потому что не хочу оленей убирать. Это у меня... Все вот эти ресурсы, которые у этого города есть, я бы не убирал, потому что тут просто иначе нечего обрабатывать. Ну, и я бы начал со священочки, потому что это в будущем производство. Или строителя сначала сделаем. Не хочу его покупать. Ладно, давайте сначала строителя, потому что у нас тут еще шелк, потом меха можно будет обработать. Так, ну и в следующем ходу у нас, по идее, пророк должен быть. Или нет? Повинность открыли. Плюс 5 стоит. Штроительство чудес не буду. Да ладно. Сколько мне еще... Блин, надо еще читать проект. Иначе слишком долго. Значит, нам надо, получается, если не читать, то у нас один вход будет. Извините, это 7 ходов. Но с другой стороны тут больше... Ну, хотя вот это, по-моему, или просто набивает. В общем, вот этот, походу, раньше нас возьмет, пророк. А надеюсь, трудовую дисциплину не заберет. Так, пока, наверное, отступим. Сюда выдвинемся дуболомом. Ну, что, Магнуса берем для расселения. А где у нас там следующее? В ранней империи. Ну да, Магнуса. Да и вообще идем в политическую философию. Или, подожди, пока, может, отложим. Опять же, я пока не могу поставить процент к поселенцам. А с другой стороны, буду ли я их строить? Я в их чисто за веру. Ладно. Пошли в политическую философию. Это важно. Тут, естественно, Магнуса. Столичку. Не меняю все-таки. Не знаю. Не хочу. Тут производство добавляется. Деньги и так пока нормально капают. Содержание. Плюс 5 против варваров, да. Так, смотрим. Значит, у нас лояльность 28. А, блин, я не открыл. Вот и молодец. Черт. А у нас вообще есть где-то ферма на ресурсе? Без шансов, да? Так что, давайте-ка мы пойдем в ворошение. А этим, значит, пойдем медь убирать. Причем надо будет дождаться, когда Магнус приедет домой. Прежде чем медь убирать. Да, что-то я тут тупанул. Ну, с другой стороны, мы ничего не теряем. Я бы все равно медь без Магнуса не убирала. Обрабатывать тут больше нечего пока. Уменьшает клеток, но по идее они и так выкупают. 50% к созданию поселенцев тоже мне не надо. Я их пока не строю. И не знаю, даже буду ли строить. А тут, соответственно, Магнуса создание поселенцев не уменьшает жителей в городах. Куда ты ушел? Я вообще... Да, блин, только не надо, чтобы говорить, что Аютхая сейчас туда завалится и все сломает. Блин. Тут не пройти. Блин, как мне скаутом вообще... Они еще кого-нибудь встретили? Да, еще какой-то неизвестный есть у нас на континенте. Ну, а с 12, то есть у нас, в принципе, может быть 6, наверное, чувачков. Пожалуйста, Аютхая. А почему этот юнит ушел? Вот просто объясните мне. Почему он ушел с лагеря туда куда-то, чтобы его разграбило... А как я тебе пойду пограблю этот... Ну, то есть, как? Я его не буду уничтожать. Я, может, денежки с него возьму и все. Так, тут скаутом, похоже, надо как-то вот так идти. Я даже просто поставлю на будущее. Клан Барсучьего... Ну, и там третья религия должна уже основываться, нет? Ну, кто-то ж нанял. Лао Цзы. Блин, уже трех... Четырех ученых. Мне кажется, кстати, это Вавилон. У меня такое ощущение. Никто тут не мог так быстро кампуса построить. И это не Корея. То есть, еще Корея могла, но... Но нет. Так, значит, тут мы стоим, ждем. Когда Магнус сядет в город... Лечимся. Молитвы в священном месте. Ну, что, третья религия основана. Католицизм. Так, слава богу, не трудовую дисциплину. Трудовая дисциплина наша следующим ходом. Ну, я думаю, ребята, это заслуживает лайка и комментария. По-моему. Напоминаю, что можно еще суперспасибо оставить. Такой, как донат, только под видео. Ну, и подписаться, если вы еще не подписались. Вот сверху где-то появляется возможность подписки. И ссылки на мои всякие социальные сети. Продолжаем. У нас тут катастрофическое извержение произошло. Но, правда, только плодородность клеток повысилась. И, кстати, не убрало болото. Отлично. Очень неплохое извержение в итоге. Так, нанимаем Иоанна Крестителя. Ну, эропротестантизм будем декларировать. Так, можно будет галеру... Кстати, а мы, наверное, даже не можем галеру нанять. Написано, что, ну, я просто интересно, где она появится. Неужели она... Они же галеры появляются в границах городов. Ну, в общем, тут пока непонятно. На самом деле, давайте, может, лошадей купим. Какой-то рост и производство будет. Ну, и чтобы Айтхая не выкупила. Можно было бы, конечно, эти меха, но, мне кажется, у меня одних мехов. Хотя, это вполне может быть монополия. Так, плантации, наконец-то, открыли. Тут мы возьмем... Наверное, античную республику возьмем. Не с кем тут войн. Так, производство у нас дополнительные... Универсальная ячейка. Производство антиквалерийских юнитов. Ну, давайте, наверное, поставим на создание строителей. Производство стоит. Первый посол нет. Значит, плюс два к влиянию. Уменьшает... Давайте, наверное, еще уменьшает покупку стоимости клеток. Может, я тебе меха выкуплю реально? Так, основываем религию. Ну, Иоанн Креститель, у меня не поднимется рука его. Иудаизм, он все-таки был иудеем и стал христианином. Католицизм уже основан, так что будет протестантизм в Америке. Трудовая дисциплина. И, наверное, возьму домик на... На еду. Или на счастье. Мне кажется, счастье нормально будет. Если у нас достаточно его будет, у нас там торговать есть чем. Так что я, наверное, на еду возьму. И жилье. И... У нас вот здесь плюс шесть. Производство. Сразу плюс шесть производства. Красота. Не лечимся. Блин, наверное, надо было все-таки на юниты поставить. Я вот думаю, что... Так, в Мангомере покупаем посила. Хотя вот непонятно, пока его куда ставить. Вообще. Нормально тут исторических моментов насыпало. Ну, я бы в теологию пошел. Конечно, драму и поэзию пока непонятно как... О, кстати, а что ты вообще не проверил? Престиж. Слушайте, а у нас тут еще есть... Ну, блин, горы, конечно, не совсем. Вот здесь можно какую-нибудь попробовать ставить. Сейчас, другой стороны, у меня тут воен... Этот священное место будет. В общем, надо подумать по поводу... Заповедников. Так, орошение я открыл в итоге. Ну, наверное, все-таки деньги пора. Так, ну мы сможем сейчас поменять карточку на юниты, возможно. Так, давайте я тут в защите поставить. Пускай меня эти тихие лисы поатакуют, если хотят. Нет, они хотят рима атаковать почему-то. Это ошибка, а не случайно. Ну да, я бы, наверное, пару прачников тут сделал. Так что давайте выкупим меха, вот эти, какие я хотел. И сменим карточку на выкуп клеток на юниты. К антикавалерийского ближнего и дальнего боя. Плюс два к влиянию пока осталось. Есть, кстати, один... Поселение с них... Этот посол пока не хочу никуда отправлять, мы с ним не сможем засоюзить. Так, я бы даже, наверное, с лошадей тут начал. Так, блин, не выкупил клетку еще. Ааа, за 36 мог выкупить, 9 монет потерял. Не выкупил клетку для священного места. У нас кампус будет. Так, собираем медь. 78 монет. Этот у нас... Так, ну, наверное, пойдем пока поселенцам. Можно пропустить ход этим рабочим, потому что я хочу производство все равно поставить на мед. Соответственно, нам пока два хода надо ждать. Так, следующий посел сколько? Религии 130. А тут 15 ходов строится, блин. Ну, я поэтому и пошел на лошадей, чтобы тут производство сейчас добавить. Так, а вот куда у нас пойдет этот парень? Хотя хотелось бы, наверное, сюда, но что-то рановато туда везти. И, наверное, все-таки реально надо где-то здесь ставить, чтобы ртуть. В общем, наверное, вот сюда я бы поставил. Да, давайте вот сюда поведем. Кадрамы и поэзия, но я думаю, что я не буду никакие пока чудеса строить. Вообще, честно говоря, не представляю, где мне тут что. Ну, можно будет на ком-нибудь из этих лесов, например, храм Махабудхи сделать. Так, ну, тут ждем один ход, следующим ходом предприятия. Медовое. Медовый пряник. Монгомерский медовый пряник. Бостон пока не буду переименовывать. Хотя, хотя следующая столица была Ричмонд. Давайте действительно в Ричмонд переименуем. Чисто по конфедератам угораем. Так, ну, дождусь, когда вылечится этот дуболом. И тогда пойдем с этим лаймом. Но я не буду его убивать, как я сказал. Я чисто золото у него потырю. Тем более, я хочу там купить галеру. Может, даже прямо сейчас ее купить. Не знаю. А что пробел не работает? Пропуск. Почему-то не работает. Так, ну, стоим. В защите. О, куда-то Рим туда ведет. Город ставит. Так. Право прохода... Нет. Вот ты ж недавно с ним заключила мир. Какая совместная война? Что-то какая-то Корея в этой партии у нас... Отлучник. Отлучника, наверное, стоит отводить. Промышленное производство и центр коммерции. Стреляет и убивает, скорее всего. Так что надо отойти немножко. Так, помышленное производство там, по-моему, этим... 20% роста и плюс 3 жилья в городе владельца. Это круто. Для столицы это вообще зашибись. И можно, кстати, на рост переключать. Интересно, а мехами я не буду... Этим... Ну, монополистам. Так, лошадей, но пока лошадей я покоплю. Мне самому нужны... Самому нужны. Да, священное место, конечно, долго тут строится. Но, с другой стороны, нам с ним и спешить нечего, потому что я пока туда не могу религию разнести. Я думаю, что все-таки поселенцев тут строить. Блин, я тут ничего не могу быстро открыть. Да, проблемка у нас с культуркой пока. Проблемка с культуркой. Что ж тогда в Монгомере сделать? Тогда, наверное, еще строителей пока. У нас карточка на них стоит. Отправим сюда ртуть обрабатывать. Нет. Неинтересное предложение вообще. Дипломатический капитал. Так, а давайте подумаем. Нам, наверное, Аютхаю надо союзить. Аютхая дает культуру в проценте от построенного... О, одного жителя убило. Вот, все-таки... Нет, или не убрало. Убрало все. Видите, убрало болото. И лес тут убрал. Вот тут лес был. Но, конечно, с другой стороны... Неплохо так повысило урожайность. Так, Аютхая, по-моему, нам дает 10% от стоимости строительства. Так что я бы, пожалуй, пытался засоюзить. У нас наберется два посла. Будем союзить Аютхаю, я думаю. Так, ну что. Наконец-то проверяем минус лояльность от плантаций. Было 34. Остается 32. Да, работает. Минус 2 лояльности, реально. Да-да, по-моему, я думаю, этим ходом было уже извержение. Вряд ли оно в следующем еще раз бахнет. Хотя может бахнуть. Тоже, наверное, на шелк пойду. Ну что, плюс 5 довольства. Нормально. Куда города ставить вообще? Блин, все такое хреновое, все такие хреновые места. Гранаду. Корея захватила гранаду. Корея захватила гранаду. То есть та армия, которая у нее была против Рима, она решила против гранады. Испалу. 53 науки. Нормально. Нормально. А, это корейский. Блин. Я думал, что это варварский этот. Наверное, в Монгомере сейчас кампус начну тогда. Как-то по науке совсем будем отставать. А, и вот тут правда работает. А почему тогда он здесь не работал? Странно. Ладно. Сюда вступить. Он не должен захватывать рабочего, потому что еще лагерь... А, подождите. Это разведчик от другого лагеря. Так, может захватить, кстати. Я обратил внимание, что это разные... Кланы. Зависит от того, уничтожил. Нет, его Рим не уничтожил. Хорошо. Так, давайте кампус. Можно и святилище, но я пока не буду тратить веру на покупку этих миссионеров, чтобы разнести религию. Поэтому и нет смысла святилище строить, мне кажется. Я пока хочу, ну, как минимум, еще одного поселенца купить, я думаю. Так, оленей я бы обработал еще. Не убирал бы, а именно обработал. Кстати, вот тут можно обработать оленей, и потом пойти сюда эту ртуть, и, соответственно, здесь поставить... Кстати, вот сюда нам кампус нужен будет. А ртуть, предприятие на ртути будет 15% к науке давать. Ну, кстати, пока вот этот... Опасность уже у вас на пороге, а вы сидите сложа руки. Ему, видимо, не нравится, что у меня маленькая армия. Вот этот вулкан пока нам в плюс больше, чем в минус. Только считайте, одного жителя убил и болото убрал. Ну, нормально. Так, вот эти две стреляющие. Я бы под них не подставлял прачника. Обработку бронзу ускорили и открыли, да? Так, и где у нас железо? О, нормально, нормально. Я здесь сначала оленя обработаю, потом еще железо и трубку запаху. Может, давайте этим ртуть? 195 золота. Не, ну надо покупать, обрабатывать. Хотя, с другой стороны, тут один житель пока. Знаете, что я бы не спешил, потому что я обработаю, все равно это лишнее. Тут один житель, да? Предприятие мне тоже пока нечем строить, потому что тут один заряд, а этим я пойду сюда обрабатывать железо. То есть я бы дождался драмы и поэзии, поставил бы карточку опять на дешевый выкуп клеток. И тогда бы выкупил эту клетку. Просто стоим, ждем пока три хода. Так, а сколько галера стоит? Я бы галеру, на самом деле, купил. Кстати, не убьют ли мне дуболома? Блин! Блин! Вот о чем я и говорил. Фак! Я думал, блин, мне надо было тут клетку купить, она бы тут появилась тогда, галера. Я же отсюда не выплыву в серии никогда. Я уже молчу о том, что я хана галерея. То есть, считайте, я просто заплатил за... Блин. Заплатил тупо за... Серьезно? 26 монет вход? Или, подожди, это и за мед, и за шелк. Ну ладно, я эту приму, конечно. По-моему, не вход. Вот просто одномоментно мне дали. Давайте вот так, наверное, встану. Ну-ка. Мне кажется, если тут кого-то, какой-то юнит мне убьют. Квадриремой. Нет, не убью, отлично. Ну, галерея... Галера у нас минус 100% прям. Ох. Так, тут я отойду. А вот этим зайду и разграблю. Не уничтожу, а именно ограблю. Через сколько ходов можно будет заново это сделать? Ладно, посмотрим следующим ходом, видимо. Обработку железа ускорить. Три хода, нормально. Нам нужно религии побольше. Быстрее поселов покупать. Ну, не знаю, я вот в тундре вижу только вот здесь более-менее место. Поставить город. И вот тут еще, возможно. Два, три. Кстати, вот сюда влазит. То есть, я бы куда-то вот сюда и сюда ставил города. Все. Остальное надо куда-то вверх. Да и, блин, и вверх говно. Знаете, я даже, наверное, поведу именно сюда два города ставить. Тут вообще как-то грустно все. Какие-то места. Так. Этим лечимся. Этим идем сюда предприятие ставить. Ну, тут просто атакуем. Только надо уйти из... Тут постоим, полечимся. Юнит избежал мести. Так, кстати... Ну, пока копятся. Ладно, не хочу пока продавать стратегические ресурсы никакие. А что не убили галеру? Галеру, странно. Я даже вылечиться не могу, понимаете? То есть, я тут просто... Стоит галера и ждет своей участи. Грустный. Все. Да, но я не сообразил. На самом деле... Тут нам надо сменить. Нам надо первый посол. Во-первых, используйте. Во-вторых, уменьшает стоимость стеклеток. Наверное, строителей пока не буду делать. Вот так. Теперь союзим Айтхаю. И тут выкупаем... Так. Так. Отлично. О, вот это я понимаю. Так, у меня уже два предприятия. На Меду и на... Ртути. Причем у нас третья ртуть тоже есть. Тут все-таки когда-нибудь придется город поставить, видимо. Вот тут вопрос. Центр коммерции или гавани ждать? Вопрос из бронхов, конечно. Я вот смогу сюда гавань поставить. А может быть даже вот здесь где-нибудь крутая гавань. Я, конечно, очень странно рядом с этим. Мне вообще-то кажется, что не надо нам центр коммерции. Деньги у нас достаточные, так? Кстати, а что с правительственной площадью? Похоже, правительственная площадь где-то вот тут у нас будет. В итоге вот для этих... И тут где-то надо будет. Я все-таки не на реке буду ставить, а, наверное, возможно, где-нибудь вот сюда. Третьим радиусом. Да, надо вот сюда город ставить. Ну, кстати, вполне нормальное место все-таки для города. Я вот подумал, с правительственной площадью где-нибудь вот здесь. Вот здесь правительственная площадь. Или здесь? Нет, тут мед все-таки. А, у нас три меда есть тоже. Ага, отлично. Короче, либо здесь, либо здесь где-то правительственная площадь, соответственно. Предварительно. Может, все-таки центр коммерции или гавань, блин? Так, обработку железа открою. Кстати, джебель-паркал можно будет попробовать вот этих вот в пустынях городах построить. Кампус. Блин, а может, надо было на поселенца поставить карточку? Блин. Ладно, давайте военную традицию откроем. И, возможно, поставлю все-таки карточку на поселенца. Тут и строить надо, и... И за веру покупать надо. Железа. Железа. Давайте амбар два хода. Не хочу пока светилища почему-то. Блин, девять ходов. Там, конечно, Вавилон, скорее всего, просто божит, так сказать. О, ртуть, кстати, продать. У них никаких редких ресурсов? Да, давайте ртуть. Не, все-таки я 26 золота в ход получаю. То есть это 17 золота в ход, да? Ну, давайте. Есть священное место. Кампус, наверное. Ну, тут центр коммерции ставится. Ну, тоже вопрос. Ладно, кампус. Чтобы не отставать по науке от всех остальных. Будем кампус делать. Военная традиция открывается. Обработка железа. Судя по всему, ваше нежелание распространять свою религию проистекает из-за нехватки веры. Ну, вообще-то нет. Веры у нас дохрена. Но мы используем... А вы лезете в грязь. Но мы используем веру на распространение конфедерации по планете. Но как у нас это получается? Уже опять слабое извержение. Ну, слабое, правда, извержение. Просто улучшило клетки. Отлично. Пока вулкан в нашу пользу играет. Как у нас получится распространять нашу веру? Расселяться и прочее. Уже, наверное, в следующей серии. Сейчас только поменяю. Правительство. Так, клетки нам точно больше никакие пока. Ладно, давайте выкупим, наверное, вот этих овец. Сто процентов. Чтобы газгаргаму не досталось. Так. Что еще? Можно вот эти бы клетки выкупить, чтобы... А, только одну можем пока. Чтобы не досталось Аютхая. Тут я бы не спешил с этими мехами. Хотя, почему как не спешил бы? Можно ж... Как раз город не спешит. Мы же тут опять же можем производство поставить, да. Надо выкупить в столице. Ну, вот эти жирные клеточки. А давайте... Деньги у нас капают. Клетки жирные. Так, только не залочиваем. Ну, норм. Так, у меня вопрос. Когда мы можем грабить в следующий раз? Шесть ходов. То есть, восемь ходов, да, по-моему, тайм-аут. Но это уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Не забудьте лайкосик. Не забудьте комментосик. Чтобы Алексосик, то бишь я, порадовался всему этому вашему. Ну и ваши впечатления, как пока. Ну, мы никаких особых способностей Авраама Линкольна-то и не использовали. До промышленных зон. Все остальное... То есть, чисто с промышленных зон начнется. Ну, и только минус две лояльности из-за шелка. Но тут, честно говоря, нам это никаких проблем не составляет. На этом все. Продолжение завтра. Спонсоры канала могут его поискать уже прямо сейчас во вкладке сообщества. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Слава Беларуси. Живи Украина. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.